Масленица – один из важнейших праздников в эстонском народном календаре. Традиция празднования масленицы насчитывает уже несколько веков, но она продолжает жить и в наши дни. Не меньшую роль масленицы играет и в жизни русских людей, но если у эстонцев ее празднуют лишь один день, то у славянских народов она не зря именуется широкой масленицей и гуляют ее всю неделю. Главные гуляния на масленицу или вастлапеев проходят у нас в музее под открытым небом Роккальмара, откуда и пришла к нам в гости Эйнике Соувелли, руководителя социальных и интеграционных программ. Эйнике, добрый вечер. Добрый вечер. Откуда же к нам пришел вастлапеев? Есть данные, что может быть из Швеции, потому что очень многие народы все-таки празднуют масленицу. Как же мы ее празднуем? Ведь блины – это не единственное, что нас радует. Да, блины на территории эстонии кушают сетузский народ обязательно, они делают рожевые блины из кричневой муки. Но, конечно, эстонцы кушали на масленицу раньше ячменный корж. Да, потому что масленичные булочки, вастлакуклет, их начали намного позже кушать, потому что там сбитые сливки, и они появились в начале 20 века только. Ячменный корж, свиные ноги, короховый суп, бобовый суп – вот эти именно символы масленицы. Потому что это было последнее мясо, которое кушали, потому что свинью убивали во время Рождества, для рождественских праздников, и мяса хватало до масленицы. Поэтому взяли потом из почки, куда солили мясо, взяли последнее, хвостик, например, ушки свиные и ножки. Их съели, и после этого начался пост. Традиции очень богатые. Например, женщины должны были 7 раз, или 9, или 12 раз в день расчесывать волосы. Тут как раз старинная расческа. Как вы думаете, из чего сделано? Ну, я думаю, что, наверное, из гривы, может быть. Это свиная щетина. Почти. Да. Плюс еще женщины хотели очень красиво выглядеть в этот день, именно в день масленицы. И у кого были плохие волосы, потому что они столько витаминов кушали, как и сейчас, и женщины делали себе косички из льна. Надо спуститься с корки для того, чтобы льон вырос очень длинным. Поэтому это очень важно. На коньках можно кататься, на санях, на хлебной лопате можно даже спуститься с корки. Мы пробовали это, не советую, довольно больно. И говорят, что в день масленица женщины должны обязательно идти в корчму, выпить красные напитки, чтобы щечки были красные, кушать свиные ножки так, чтобы жир остался на щеках, потому что тогда летом не будут комары кусать. И мужчины должны дома выполнять женские работы, женские обязанности. И плюс еще, чтобы все люди знали, все женщины знали, которые не замужем, в этот день женщина сама может предлагать руку и сердце мужчин. Но обычно добавляют, что это можно в таких случаях, если день масленица не во вторник, а это всегда вторник, к сожалению, по эстонскому календарю. Насладиться всем этим, я так понимаю, что можно у вас в музее под открытым небом? Да, можно, например, у нас тебя жужжалку, если никто никогда не делал, раньше не мастерил, жужжалку, пожалуйста, или можно называть это волчок, как угодно. Это отпугивает злых духов из дома, помогает от тревоги. И летом дети раньше думали, которые на пастпище ходили, они отпугивали волков с помощью жужжалки. Да, можно, у нас очень-очень много что делать, можно попробовать масленичное блюдо, потому что раньше считали, что женщина должна быть чем больше, тем лучше. Когда главный день, когда обязательно нужно к вам успеть? Завтра как раз главный день. И плюс, если завтра не успеете, мы отпечаем еще славянскую масленицу, потому что у славян целую неделю праздник. Сейчас еще узкая масленица, но со среды начинается широкая масленица. По обычным разных национальностей праздновать, например, украинцы кушают на масленицу вареники, русские кушают блины, можно прямо со сковородки на улице блины кушать, чай из самовара обязательно можно попить. Например, можно попробовать сырники, потому что белорусы кушают на масленицу сырники, да, и там будут настоящие песни и пляски. И весело будет всем. Да, будет, будет. Спасибо большое. Спасибо. Про масленицу сложно много легенд, песен, шуток, пословиц. Если не встретить масленицу, то зима не уйдет. А все время будет слякать и холода, и зима продлится чуть ли не до лета. Так что нужно обязательно заглянуть в музей рок-кальмара и помочь весне поскорее вступить в свои права. О чем и напомнила наша гостья Эйнике Соловиали из парка-музея под открытым небом. А мы продолжаем наш выпуск.